Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем разговор о книге Пророка Иона на портале Экзегет. С вами Иерей Алексей Волочков. У нас сегодня объектом нашего чтения, разбора, оказывается, третья глава. Читаем стих первый. И вновь Ионии было слово Господа. Мы говорили с вами уже о том, что есть параллель между главами первой, третьей, второй и четвертой. Глава первая, третья содержат в себе, начинаются с того, что Бог обращается к Ионии, Бог его призывает. И вот мы находим здесь тоже слово Божье, обращенное к Ионии. Это слово повторяется дословно. «Отправляйся в путь, иди в большой город Неневию, объяви жителям то, что я велю тебе». Вот опять обращается Бог к Ионии, мобилизуя его, отправляя его на необычную, неприятную Ионии миссию. Иония не нравится то, к чему Бог его поручает, куда его Бог отправляет. Скажем, напомним точнее, что Неневия была столицей державы Ассирия, которая была повинна, которая уничтожила Северное царство. Ассирия – это враг, это злодей, это зло, настоящее зло, повинное в убийстве, в изгнании, в пленении братьев, живших в Северном царстве, и Иона должен что-то там такое вот объявлять, говорить. Иона не хочет связываться с этим настоящим злом. Ион отправляется в путь, пошел в Неневию, как велел ему Господь. Иона, покорная голубка, движется туда, куда идти не хочет, но куда Бог ему приказывает, поручает идти. Дальше мы находим описание этой Неневии. Неневия была у Бога большим городом, и с конца в конец три дня хода. Ну, мы об этом говорили уже, что книга пророка Ионы полна и забилует большими объектами. Большой шторм, большой город, большая депрессия у Ионы, большое желание смерти. И вот находим очередной большой сказочный объект, а именно большой город. Действительно, объект, размер этого города сказочный. Детскать, три дня пути из конца в конец. Ну, таких городов тогда не было, разумеется, и даже сегодняшние мегаполисы, я думаю, что имеют меньшие какие-то размеры. Например, пройти Петербург весь, город немаленький, за день вполне возможно. Тут описывается гигантский город греха, настоящий син-сити. Там, где господствует зло, откуда рождаются замыслы против Израиля, против Бога, против божьего народа, оказывается Иона в центре этого настоящего зла, города греха, похоти, агрессии, стяжания и друдных намерений. Но достаточно было Ионе пройти один лишь день, провозглашая, вот написана как раз весть Ионы, «Еще сорок дней, и Неневия будет уничтожена». Жители Неневия уже поверили Богу. Прошел день, он прошел треть города, получается, даже не весь город, и уже сказал вот всего лишь простое слово, банальное слово. Бог вас накажет через сорок дней. Без всякого, а если не, вот без этих оговорок Иона провозглашает грядущую участь этого города. Но явление Ионы в Неневии озвученного обращения, иначе говоря, пророчества, очень маленького, компактного, и жители Неневии верят в Богу. Ну, сказочной ситуации, обращаются из одного предложения, из одного пришедшего какого-то странника, непонятного национальности. Уже эффект этой миссии оказывается колоссальный, и о Неневия кается пред Богом. Стих пятый, читаем дальше. «Они объявили пост и оделись в дирюгу от мала до велика, как и моряки во главе первой, язычники неневийские, оказываются образцовыми в библейском отношении правильно кающимися людьми». Правильно кающийся грешник – это есть одна из важных тем во всей Библии, во всем Ветхом Завете. Есть какие-то критерии, по которым можно понять правильное покаяние от неправильного покаяния, псевдопокаяния. «Неневийские каются правильным образом, объявляют пост, снимают себе дорогую одежду, одевают одежду грязную, дырявую, побуждающую к смирению, к покаянию. От мала до велика. Весь город от детишек до старичков до бабушек и дедушек кается правильным библейским образом. Когда же дело это дошло до царя Неневии, он встал с трона, снял мантию, оделся в дерюгу, сел в пепел и велел обнародовать в Неневии от имени царя и его словников такой указ». Сам царь оказывается здесь образцовым, настоящим, кающимся царем. Как Давид. В Неневии правит Давид. Способный к злу, но способный к настоящему покаянию, настоящему раскаянию. Покаяние Неневии охватывает и царя, и сановников, и весь двор. И вот царь указывает, делает указ, то есть со свершины своей власти, от своего имени побуждает свой народ к правильной библейской религиозной жизни. Выше вот этого поведения ничего царь не может сделать в библейском мире. Напомню, что для авторов Библии цари, свои цари, еврейские, израильские цари, они, как правило, плохие, потому что никто так не поступает. Все какие-то компромиссы находят, все пытаются сочетать почитание Бога Израилева с почитанием Астарт, Ваалов и так далее. Но тут мы находим царя, который может стать в один ряд с Давидом, с Языкией, с Иосией и прочими хорошими, их немного было, повторю еще раз, прочими хорошими царями. И вот его указ. «Еды не касаться, не пастись, и воды не пить, ни людям, ни скоту, ни крупному, ни мелкому». Тотальное покаяние, тотальный пост. И в этом описании этого поста, где участниками поста оказываются и люди, и животные, проявляется знакомое нашему миру экологическое мышление. Воистину, и животные тоже имеют какую-то субъектность, какое-то мировоззрение, что ли, какую-то душу, которая может решить и раскаиваться. Вот в этом описании, в этих стихах мы находим то, что люди и животные – это есть не люди, и все остальное, то, что можно уничтожать, есть, насилие проявлять – это нечто целое, единое. Весь город, состоящий из людей, из скотов, из балов, овечек и так далее, они могут каять, они должны каяться. Пусть и люди, и скот, одевшись в дырюгу, изо всех сил призывают Бога. Пусть ни богов, ни кого, кто хочет призывать, призывают Бога. Неневия обращена, она оказалась обращенным в веру истинную городом, вчера еще городом вражеским. Пусть каждый перестанет творить зло и чинить насилие. Мало покаяния, мало внешних проявлений, он требует этического, нравственного поворота, переворота, преображения. Оставьте зло, оставьте насилие и делайте добро. И, конечно, настоящим проповедником библейской пророческой вести в этой книге оказывается не Иона, а вот пример этот царь, который излагает нормативную, ожидаемую от пророка, весть. Не делай зла, не делай насилие, делай добро, покайся, откажись от роскошной еды, от роскошной одежды и дальше что? Кто знает, может быть, Бог передумает, перестанет гневаться, ему не погибнет, не погибнем. Находим еще одно очень тонкое, очень важное для Библии хорошее, правильное представление, которое озвучивается здесь не пророком, а язычником, царем Меневии. Итак, Богом невозможно манипулировать, Бог, Бог не обязан нам подчиняться, у Бога есть своя линия, свой план, у Него есть своя стратегия, и вот все, что можем мы сказать, это лишь следующее, кто знает, может быть, а вдруг, а возможно, будем на это надеяться, будем об этом молиться, Бог передумает, и вот в этом окончании этого указа мы находим из уст царя Меневия, мы слышим вот такое библейское повествование, библейскую весть в наиболее чистых, таких высоких проявлениях, изложенную. Бог увидел по их поступкам, что они перестали делать зло, и Бог передумал, отменил уготованную им злую участь и не стал насылать бедствия. И вот все сработало. Добрый Бог, благой Бог, взирающий на праведников, грешников, на своих и на чужих, Бог слышит раскаяние, покаяние, ненедитен, и кара, она отменяется. Кара, она оказывается отложенной на какое-то более далекое время. Бог отменяет уготованную им злую участь и не стал насылать бедствия. Иона приходит, приходит треть города, говорит очень такую заряженную негативом весть о грядущей каре. И многие пророки Ветхого Завета эту весть более пространно, более подробно и излагали. Неневия будет разрушена, город зла будет уничтожен, Бог над ней проявит свою заслуженную кару. И вот Иона это вроде бы и делает, но все получается необычным образом, потому что весть срабатывает и план, который Иона озвучивает, не срабатывает. Кара отменяется, Неневия кается. И вот мы тут находим в этой главе, главе третьей книги пророка Ионы необычное развитие библейского пророческого сюжета. Значит, говоря, пророки Ветхого Завета говорили о том, что Неневия будет разрушена, а автор этого сочинения говорит, ну хорошо, вы говорили, но а что если вы были бы там, вы сказали бы вот эти слова, и Неневия виновная во всех своих грехах, во всех своих гадостях, она бы раскаялась, что было бы с этой вестью дальше, что вы бы после этого сказали. Но если другие пророки об этом не задумываются, то в книге пророка Иона мы находим вопрос, изложенный мной выше, поставленный во всем своем объеме. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok